Здравствуйте, мои прекрасные зрители! Приветствую всех, в особенности, кто отращивает волосы, кто на этом длинном марафоне, который для многих продлится какие-нибудь хорошие два года. Приветствую всех, кто на этом марафоне, кто со мной, ну и кто просто это видео смотрит. В этом видео я расскажу о четырех средствах, о уходовых средствах. Это промышленные средства. И сразу хочу сказать, в преддверии всех комментариев, я человек, который за натуральный уход. И как блогер могу вам сказать, что блогеру очень невыгодно рассказывать о сметане на волосы, о кефирчике на волосы, о самомассаже на лицо, потому что это лишает тебя заработка, который ты мог бы получить от потенциальных рекламодателей, которые что-то тебе бесплатненько пришлют на обзор, ты на себя намажешь, ну либо просто-таки закажут у тебя рекламу, потому что у них какие-нибудь суперклассные продукты для волос, например. Но те, кто знают, знают, что я недавно обесцветила волосы, и сразу могу сказать, что мытье с женой мукой, мытье мукой рисовой, все это прекрасно работает и подходит для волос, которые не тронуты химическим воздействием, то есть не окрашены и не завито химически. И очень многие мне пишут, Яна, уксус на волосах не дает нам блеска, о котором ты говоришь. Но, признаюсь, я все время забываю сказать о такой особенности, что чем больше у вас не повреждена никаким образом длина волос, тем лучше будет эффект от натуральных средств, таких как для меня был кефир, ополаскивание уксусом я разводила с водой, вот прямо-таки я была всем довольна. Пользуюсь ли я сейчас рисовой водой, пользуюсь, потому что рисовая вода для меня важна не столько как уходовое средство, сейчас повторюсь, когда волосы частично окрашены, как у меня, либо большая часть волос затронута химическим воздействием, я все-таки остаюсь приверженницей средств промышленного производства, просто потому что они дают видимый результат. Но могу сказать, что такое средство как рисовая вода прекрасно контролирует влажность, точнее то, как воздействует влажность, точнее, не воздействует на мои волосы, поэтому да, мудрно готовить эту рисовую воду, забываю, но наливаю в небольшой распрыскиватель и пользуюсь. Я приготовила на обзор 4 средства, 3 средства, много раз уже показывала, обозревала, не изменила свое мнение, прекрасные средства, сейчас о них вам расскажу, ну и наконец, на самый-самый конец видео, чтобы удержать свою аудиторию, я приготовила абсолютно новые средства, для меня это уже третья закупка этого средства, но вот давно-давно не пользовалась, и тот вау-эффект, который вы увидели, он возможно и был, а да, скорее всего, он и был от этого средства. Так, первое средство это кератин-солерм, много раз рассказывала, много раз показывала, в чем особенность для меня, по моему личностному восприятию, кератин-солерм не накапливается в волосах, то есть вы один раз нанесли, такой вам был, и мне хватает на 4 применения, а то и на 5, кератина нужно очень-очень мало, в первое нанесение вы почувствуете, что прямо-таки волосы впитали этот кератин, они хотят кератина, на второе применение вы почувствуете, что меньше вам нужно, как вы почувствуете, у вас будет вот на пальцах, как будто бы на ладони оставаться, И потом с каждым разом нужно будет все меньше и меньше кератина наносить. Но могу сказать, что я не увидела никакого накопительного эффекта, который якобы должен быть, потому что кератин, безусловно, это то, что накапливается в волосах, восстанавливает какие-то там связи, чешуйки приглаживает, и, в общем-то, волосы должны становиться здоровее. Не заметила. У меня есть также плойка инфракрасного излучения, которая помогает вбивать продукты. Именно для этого продукта я ее покупала, потому что я фанат Вартана Болотова. Я считаю, что его ролики помогли мне очень и очень разобраться со своими волосами. И тот результат, который очень часто для других фи, для меня вау, я как раз-таки смогла получить, потому что просматривала видео Вартана Болотова. И я купила инфракрасную плойку, и могу вам с уверенностью сказать, как пользователь к пользователю, потребитель к потребителю, что, в общем-то, будете вы пользоваться этой плойкой, либо просто нанесете на влажные волосы, расчешете, и волосы у вас высохнут естественным путем, либо вы будете использовать фен. Я не заметила никакой разницы. Не там, не там, нет какого-то, скажем так, ухудшения, если я не использую инфракрасную плойку. И нет прямо-таки вау-эффекта, который длится месяц, если я использую инфракрасную плойку, и кератин как будто бы вбивается глубже непосредственно в сам волос. Следующий продукт. Вот он, следующий продукт. Тоже я о нем рассказывала. Это Довинос. Я очень хотела сотрудничать с Довиносом, но не все хорошо. Обычно фирмы, у которых все хорошо, они ни с кем не сотрудничают. С ними даже связаться нельзя. Можно только что-то у них закупить. Это фирма Довинос. Это продукт All in One Milk. Все в одном молочке. Действительно хороший продукт, хороший состав. Этот состав ближе к натуральному составу. Поэтому, если вы за эко-продукты, биопродукты, это не эко и не био, но очень хорошие составы у этой линейки. В шампунях неагрессивные павы. Кстати, у меня шампунь тоже этой линейки. И не спрашивайте, какой я тот, что подешевле, тот и купила литр. И, соответственно, им пользуюсь, потому что я не вижу никакой разницы между одним шампунем и другим шампунем. В частности, у этого производителя. Вот цвет меняется, запах меняется. Прямо-таки на волосах никакой разницы не чувствую. Есть скидочка на 5 евро, обходится меньше. Тот литр того продукта и покупаю. Поэтому у меня шампунь тоже этой марки. Действительно, он плохо пенится. Хотя лучше, чем просто растительное мыло. Кто моется растительным мылом, знает. Жидким растительным мылом, насколько невозможно его спенить на волосах. Поэтому вот такой продукт. Обладает, на мой взгляд, прекрасным запахом. Я даже духи такие себе приобрела. Но они были не в продаже. Их дарили на день 8 марта. В Италии тоже празднуется женский день. Очень хороший запах. All in one milk. Очень и очень рекомендую. Наносится на чистые волосы. Так же, как и кератин. И потом вы укладываете привычным вам способом. Вот этот продукт тоже мне очень нравится. Я даже не буду произносить, как это на английском. Это какой-то там жидкий волос, жидкие волосы. Сфотографирую, вставлю. Сможете прочитать, посмотреть, что хочу сказать об этом продукте. Рекомендую его я на волосы. Уж точно длины побольше, чем мои сейчас. Если у вас короткие волосы, этот продукт вам не просто не нужен. Он вам, скорее всего, не подойдет. Особенность этого продукта заключается в том, что если вы пользуетесь маской или кондиционером, чего я никогда не делаю, но однажды сделала. Захотелось мне иметь волосы очень-очень красиво. Наверное, я получила огромный ушат критики за какое-то свое видео про свои волосы. И, в общем-то, я решила поухаживать за своими волосами. Нужно, нужно. Намазала, видимо, плохо смыла. Потом нанесла этот продукт. И могу сказать, что после вот такого не тщательного смывания, а я за тщательное смывание всегда много раз рассказывала, что я вообще стараюсь распределить продукт, будь то маской, если пользуюсь кондиционером, если пользуюсь, прямо-таки вот по длине волос, не более того. Села записывать видео про волосы. Как-то мои волосы не очень. На самом деле, у меня лицо красное. Я загорала. Загорала, соответственно, было жарко. А потом волосы расчесала. И они у меня были в таких красивых локонах с блеском. А расчесала, они еще не успели сбиться в локоны. Так вот, этот продукт становится очень тяжелым на волосах. И волосы не просто теряют объем. Кстати, многие заметили, что у меня нет объема. Кому-то нравится, кому-то нет. Когда нет объема, волосы гладкие. Прежде всего, на них появляется блеск. Уходит объем, появляется блеск. Есть объем, нет блеска. Поэтому вы тоже должны это учитывать. Если вам нравятся объемные прически, вы добиваетесь объема. Со всеми этими продуктами, даже с кератином, объем будет очень и очень тяжело поддерживать. И могу сказать, что вот здесь волосы у меня получились однажды. Правда, однажды не просто без объема. Они вообще слипшиеся были. Но продукт может превратить даже самые разрушенные волосы. Я на своем блонде показывала. Вот прямо-таки вау-вау, шелк-шелк. Очень все красиво. Но это как будто бы для меня, на самом деле, это заявлено как лечащее средство. Для меня это как будто бы укладочное средство. Никакого накопительного эффекта я не заметила. И, в общем-то, помыла волосы и получила то, что у тебя имеется. Нанесла этот продукт, получила тяжелый шелк. Даже на волосах длинных. Даже на волосах очень-очень разрушенных. Ну и вот он, герой сегодняшнего видео. Это вот такой продукт. Засвечивает. Сейчас сфотографирую и вставлю обязательно. Это Жан-Луи Давид. Жан-Луи Давид. Сразу могу сказать, что я не совсем понимаю, почему. Но я не привеличиваю. Каждый раз, когда я прихожу в салон Жан-Луи Давид. Кстати, если вы будете в салоне, точнее, если вы будете в наших краях, в Абана Термы, не ходите в салон Жан-Луи Давид. Он ужасный. Вроде бы такая именитая парикмахерская. Но мастера, которые работают в нашем салоне в Абана, при этом они работают на протяжении последних 10 лет. То есть они как будто бы не повышают свою квалификацию, либо не хотят нарочно учиться. Я не знаю, в чем причина. Они ужасно красят, они ужасно стригут, они ужасно укладывают. Не ходите, потому что вы можете приехать к нам в Абана, увидеть этот салончик. Он, если я не ошибаюсь, в Гуми находился, как когда-то, может быть, и сейчас находится. Прямо-таки окна на красную площадь смотрят. Но это не тот уровень, скажем так. То есть тот же самый салон. Это прямая, не знаю, франшиза, или что это может быть. Но уровень услуг ужасный. Не ходите. Но вот в линейке Жан-Луи Давид много лет тому назад, ну, наверное, 10 лет тому назад, я открыла для себя вот этот продукт. Это экспресс-маска, называется 10 в 1. И могу сказать, что прекрасная маска. Это, безусловно, заявлено как уходовое средство, безусловно, содержит силиконы, что мы получаем. Ну, вы видели на моих даже, в общем-то, не очень послушных волосах, не очень блищущих блеском волосах. Мы получаем блеск, мы, в общем-то, получаем, да, много чего, красоты какой получаем. Единственное, что я сразу хочу сказать. Я почему против всегда вот этих средств, отращивая волосы, я всегда была на натуральном. Потому что у меня сложилось стойкое впечатление после просмотра видео Вартана Болотова, где он сказал, что происходит со средствами, которые содержат силиконы и много чего еще. Пэгов, по-моему, происходит то, что при нагревании, то есть даже когда мы некорректно сушим волосы просто феном, уж не говоря об укладочке с щипцами, все эти продукты, либо их часть, может превращаться на волосах в полимеры, в пластмассу, иными словами. И в определенный момент эта пластмасса на волосах начинает разламываться и ломает вместе волос, потому что волос, он как будто бы, вообще не как будто бы, он действительно обволакивается этим составом, потом этот состав становится твердым, он полимизируется, и он обламывается вместе с волосом внутри. И могу вам сказать, что то, что произошло со мной почти год назад, кто помнит меня в марте, в общем-то я, уже у меня волосы были очень действительно плохие, я сама это признавала и заплетала косу себе, и что только я не делала, пока не отрезала. Я могу сказать, что со мной в один день так и произошло. Волосы как будто бы стали пластмассовыми. При этом, да, я использовала периодически, периодически использовала вот это средство. И что я еще периодически использовала? Нет, наверное, больше ничего я не использовала. Но вот волосы как полимеры стали, да, то есть, точнее, как пластмасса. Они просто были очень-очень жесткие. Поэтому это средство, оно, конечно, дает вау-эффект, но по большому счету цену за эту красоту я узнаю через какие-нибудь полгода, через 8 месяцев Если мои волосы хотя бы вот такими сохранятся, то значит все хорошо, все нормально А если не сохранятся, то я, наверное, буду отращивать заново и уже точно буду отращивать только на натуральном уходе Потому что, ну вот у меня есть подозрение, что да, в полимерчике все это превращается на наших волосах Со временем наши волосы обламываются не столько потому, что они изнашиваются тонкие, как у принцесс, что очень приятно Как раз таки потому, что есть вот такая особенность у уходовой косметики Либо у косметики, которая защищает при горячей укладке Пользуюсь ли я защитой при горячей укладке? Нет, никогда, потому что я смотрю в Артана Болотова И то, что он объясняет, мне кажется корректным, правильным, и я ему доверяю Ну что ж, дорогие зрители, вот такие 4 продукта рекомендую, в принципе, да, рекомендую Но, что называется, 7 раз отрежь, прежде чем 1 раз от... Господи, что ж такое? Прежде чем 1 раз нанести И хочу также сказать про дозировку Вот такого состава на мои волосы вам хватит, наверное, года на 3 Этот продукт стоит в Италии 26 евро 25-90, 26 евро будем говорить Либо 26-90, сейчас что-то я засомневалась И его хватит на очень-очень долго Этот продукт уже у меня был, я его знала Он действительно очень-очень красивые волосы способен сделать Этот продукт тоже расходуется очень-очень медленно Рекомендованно, если не ошибаюсь, вот на такую длину 4 пипетки У меня одна пипетка уходит, и мне достаточно Этот продукт очень-очень подделывают А этот продукт практически невозможно купить нигде, кроме как в салоне Если вы нашли его не в салоне, это, возможно, способ задуматься о том, что это контрафакт Поэтому, если у вас есть салон, купите Если есть салон в том городе, куда вы приехали, да, рекомендую купить, попробовать Но, в общем-то, заказывать где-то на онлайн-порталах, как я хотела Я его просто не нашла здесь, в Италии, что позволяет мне думать, что он действительно продается эксклюзивно только в салонах Желаю всем красивых волос длинных, как можно длиннее, густоты, как можно гуще Ну что ж такое, с ней я заговариваюсь Увидимся с вами очень скоро Кстати, сегодня я влог записала про то, что я впадаю и поеду А в итоге я впадаю и не поехала, потому что у нас очень хорошее солнце, очень красивое солнце Я очень люблю лицом загорать, возможно, даже лицо у меня сейчас красное Я люблю загар, я не боюсь солнца Всем желаю солнцевой головы Увидимся очень скоро